Они могут заменить антидепрессанты, украсить вашу жизнь и повысить стрессоустойчивость. Сегодня более 60 стран мира тихо и с размахом отмечают День поцелуев. У нас во рту находится очень много рецепторов, очень много чувствительных волокон, которые передают сигналы в разные отделы головного мозга. И с помощью поцелуев на самом деле происходит анализ, подходит нам человек, не подходит, нравится ли нам его запах и так далее. Вот поцеловал один раз и все, вот, что получилось. Есть какая-то норма, сколько раз в день надо поцеловаться, чтобы быть счастливым? Раз 20 точно. Бесконечно, на сколько хватит времени? Давайте пять раз будет. Но с помощью поцелуев можно узнать на вкус не только самого человека, но и его герпес, в том числе генитальный вирус, папилломы человека, различные ОРВИ и другие заболевания. Вирус Эпштейнобара, еще его по-другому называют, вирус поцелуев. Вот как раз это к такому празднику, к Дню поцелуев, есть такая инфекция. Она сопровождается воспалением лимфатических узлов, воспалением гортани. Ну и большой такой спектр заболеваний, которые еще могут передаваться со слюной, да, это хеликобактер пилори, который вызывает язвенную болезнь желудка. Кстати, вопреки мифам, через поцелуй не передается ВИЧ. Концентрация вируса в слюне слишком маленькая. Зато через поцелуй легко заразиться глистами, аскоридами и апистархозом. В идеале у вашего партнера не должно быть этой коллекции паразитов. Речь идет о кошках и собаках. В основном опасна их шерсть. У домашних животных, там, кошки, собаки, ну, в основном это собаки. Да, у собак в слюне имеется специальный фермент, который, как правило, убивает всю вредную микрофлору. Вот, поэтому сразу во рту у собаки, можно сказать, практически стерильно. В любом случае, защитить себя от всех вирусов в мире невозможно. И если даже есть какие-то риски, то также есть и плюсы. Во время всех поцелуев, да, у нас вырабатывается гормон окситоцин, вырабатывается гормон дофамина, серотонин, то есть это гормоны удовольствия, вырабатывается где-то гормон еще и адреналин. Так что поцелуи – это не только романтика и гормоны счастья. Иногда вместе с поцелуем надо принять и герпес, и глисты, и апистархоз. В общем, весь внутренний мир человека. Но чего только не сделаешь ради любви. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.